Руки болят, ноги в мозолях, ежедневный титанический труд. Сегодняшний герой программы гость редакции всю жизнь провел у станка балетного. Вот и сейчас мы застали ведущего солиста Самарского театра оперы и балета Дмитрия Пономарева прямо перед спектаклем. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Мы вас прямо перед репетицией застали, да? Перед спектаклем. Перед спектаклем. Что за спектакль сегодня? Сегодня Дон Кихот спектакль. Я исполняю роль Тореадора, Эспада. Сложно? Так каждый день репетиции, спектакли, занятия в классе? У нас день назад был спектакль, и еще ноги не восстановились. Немножко, конечно, сложновато мне. Тем более я уже вошел в форму, я после травмы. И мне сейчас, конечно, довольно-таки сложновато. Но в целом, когда привыкаешь работать на гастролях, это вполне нормально. То есть каждый день спектакли. Это спокойно мы переносим. Но все равно все болит. Ну да, есть такие моменты. Не без этого. А сколько у вас длится вообще эта балетная жизнь? Как пришли в балет? Ну, в балет поступает где-то 10 лет. 10-11 лет. Ну, все по-разному. 8 лет училища, ну и там уже театральная жизнь начинается. Ну, потом карьера. Ну, а карьера длится, ну, дай бог, 15 лет. Ну, как бы, если ведущий солист, и потом пенсия уже. Скоро на пенсию? Ну, через 5 лет, дай бог. У мужчин в балете и у женщин в балете разные возрастные ценности или нет? Нет, одинаково. Просто, ну, кто-то, может, раньше уходит из-за травмы. Это тоже все так очень индивидуально. Кто-то сам, ну, бросает так, как, ну, кому-то неинтересно. Кому-то интересен дальше. Он работает. У меня вот педагог, ему 54-56 лет. Он до сих пор на сцене танцует. Ну, какие-то такие небольшие партии, но все равно выходит на сцену. А вы не из Самары? Вы в Перми заканчиваете? Да, я заканчиваю Пермское училище в 2003 году в Самару. Я приехал в 2007 году, начал здесь работать. Вот интересно, все-таки профессии, связанные с танцами, больше, ну, к ней больше тяготеют все-таки женщины. Мужчин малы, они в дефиците. Вот как выбирали-то профессии? В том возрасте, скорее всего, выбирал не я, как-то, ну, больше родителей, больше, в частности, мамы. Ну, вот, отправил в балет. У меня просто родители, они в молодости занимались бальными танцами. И как-то вот этот балет, не знаю, им показался интересным видом искусства. И отдали меня в балет. Ну, там затянуло, потом уже такая жизнь интересная, гастроли. Потом уже влился, это все, ну, довольно-таки интересно. А долго шли к карьере вот солисты? Ну, где-то года два я шел. Я, потому что был на стажировке в Московской государственной академии хореографии еще год. Я в 2004-м закончил. Тоже ездил по театрам, поработал немного, работал в Эстонии 9 месяцев. Потом меня пригласили в Красноярск. И в Красноярске уже начал карьеру ведущего танцовщика. И вот, фактически, в Красноярске у меня началось вот это все такое, ну, карьера, так скажем, ведущего артиста. А в Самару как попали? В Самару? Ну, на тот момент меня пригласила Надежда Анатольевна Малыгина, художественного руководителя. Ну, благодаря ней я и попал в труппу Самарского театра. А сколько сейчас партий танцуете? Вы знаете, сложный вопрос. Много. Ну, я думаю, больше десяти, наверное, партий, это точно. Надо так просто посчитать, я даже не знаю, если честно. Сложно выучить все? Или все-таки постепенно это все нарабатывается? Ну, это все, естественно, постепенно нарабатывается, как бы, если целый спектакль учить, да, довольно-таки сложно. Вот, это, ну, на протяжении, если, там, готовишь спектакль, это идет месяц, там, ну, отрабатываешь какие-то движения. Ну, то есть, все выверено и прописано в балете, вот, как должна идти рука, как там должна идти нога, или что-то от себя можно добавить? Ну, от себя, да, тоже что-то добавляешь, что-то со временем добавляешь, что-то ищешь, какие-то позы, какие-то нюансы, какие-то жесты рук, там, головы, там, не знаю, какие-то чувства. Вот, это можно от себя, конечно, там, добавлять в каких-нибудь любовных ходажах, это, естественно, не возбраняется. Ну, а так все, все это выверено, естественно, все движения, все позы рук, ног. Шаг вправо, шаг влево, да, все строго. Ну, фактически, да. В спектаклях у вас очень красивые костюмы, а насколько в них легко или сложно танцевать? Ну, тоже, опять же, от спектакля это все зависит. Есть, конечно, партии, где, допустим, ну, трико и колет, и в нем, в принципе, ну, легко танцевать, то есть, в нем, ну, не так жарко, вот, а есть партии, когда у тебя там, ну, рубашки, жилетка, потом, там, или китель, или пиджак какой-то, в нем, конечно, потеешь ужасно, в этих партиях тяжело, если там парик или еще какие-то головные уборы. Вот, допустим, в Байдерке у нас есть челма, но, естественно, тоже все прикалывается, это шпильками, у тебя там гора шпилек, невидимок и прочее, у тебя потом голова болит, так что. А в гриме как? В гриме нормально, грим, как бы, грим, ничего особенного, то есть, ну, ты его не замечаешь фактически. А сами, конечно, он подчеркивает образ, ну, допустим, усы вонюте, ну, мне приклеивают, как артынова, потом бакенбарды наклеивают. Ну, с усами немножко, конечно, непривычно так, мешает мимике, а в целом нормально. В этом спектакле, который сегодня будет? Ну, у меня тут ничего накладного нету, все свое, вот, просто чуть-чуть баки дорисовываю, это единственное гримом подчеркивается, так ничего сложного. Ну, вы достаточно высокий артист, наверное, даже для балета, у вас рост метр девяносто шесть, я читала. Вот, тяжело ли подобрать партнершу под рост? Или здесь не важен рост? Нет, ну, вообще рост важен, конечно, и партнеры, и партнерши, потому что, допустим, с низкой партнершей мне, ну, тяжеловато, тоже неудобно, так же, как и с высокой. Ну, мы тут уже, тоже у нас свои партнеры существуют, мы уже к ним, так скажем, приелись друг с другом, вот, ну, с разными партнерами тоже приходится работать. А с ростом, конечно, ну, какие-то моменты, да, мне тяжелее, чем, допустим, всем остальным, потому что приходится владеть своим телом больше, чем. А с кем мы с балерин хотели бы станцевать? Со знаменитыми? Ну, знаете, какого-то желания такого нет, прям, определенно, потому что у нас, когда проходит фестиваль «Аула Шелест», мы танцуем тоже со многими балеринами из ведущих театров мира, с Евгением Образцовым и танцевали, вот, ну, то есть приходилось выходить со звездами, но какого-то желания, так, не знаю, нет. С Волочковой бы попробовали? Нет, с Волочковой не хотел бы. Почему? Ну, не знаю, она слишком, по-моему, крупная для балета, ну, это сейчас уже... Тяжело вообще поднять партнершу? Мужчина в балете, он должен быть крепким? Нет, ну да, само собой. Ну, партнерши у нас, в принципе, весят, они миниатюрные, весят очень мало, как бы, то есть проблем не возникает. То есть ведущая балерина, ну, она определенный вес свой имеет, и как бы, если чуть-чуть потолстеет, она старается, ну, там, не есть там что-то еще, старается похудеть какой-то определенной партией. То есть, нет, в принципе, не тяжело. Ну, вот самый большой вес, который можно поднимать на сцене. Я даже не знаю. Ну, с которым можно танцевать. Ну, не знаю, мы же их так не взвешиваем перед партией и говорим, все, ты сегодня танцуешь, поскольку ты толстый. Не знаю, какой вес я поднимал, не могу сказать. Ну, примерно она должна весить, ну, не знаю, 50 килограммов. Ну, 55 там. Ну, такой, мне кажется, вес пожелательный. Вот возвращаясь к фестивалю Аллы Шелест, недавно он закончился, в октябре, да, у нас Самаре прошел. Расскажите, что было и какие партии там танцевали, что-то новое для себя у артистов, у других, подчеркнули? Ну, я там танцевал не так много, потому что, опять возвращаясь, то, что я после травмы, и, к сожалению, мне там не удалось особо что-то там станцевать. Ну, а подчеркиваешь, всегда у артистов приезжих, так как они, ну, и ведущие тоже в своих театрах, в Большом, в Малом, в Михайловском, вот, конечно, подчеркиваешь какие-то нюансы, какие-то образы, какие-то, ну, жесты рук, ног, то есть, все это очень индивидуально, и, ну, что-то для себя, какие-то моменты ищешь, какие-то такие капельки. Ну, вот, о приезде Мариинки, Большого театра, о гастролях знают, наверное, все, в чей город они приезжают. Ну, также я знаю, что и театр опера-балета выезжает на гастроли, чаще всего куда, и как проходит все это? Ну, на гастроли, ну, вот, были в Германии год назад, как бы, большая часть у нас была Германия, Финляндия была, Чехия. А как проходит? Ну, гастроли, конечно, это вещь тяжелая, это постоянные, фактически, переезды в автобусах, это ты на чемоданах. Дай бог, что удается, ну, какой-то определенный город есть, в котором, ну, мы неделю выступаем, у нас вот был Мюнхен, в одном отеле мы живем, и все, чемоданы у тебя разложены, ты хоть туда-сюда это все, все эти вещи не таскаешь, у тебя есть возможность разложиться немножко, там, постираться как-то. Когда ты танцуешь каждый день, и там, и двойники, это тяжелая, ну, тяжелая физическая очень нагрузка. Спрос на русский балет есть? Да, спрос на русский балет очень высокий, и отзывы всегда очень положительные, зрители принимают во всех городах просто замечательно, всегда бурные овации, очень великолепно. Я знаю, что в ближайшее время планируется в Мексику гастроли, расскажите, какие города, что повезете? Города пока не могу сказать, потому что у нас еще начальство тоже, наверное, не раскрыл завесу, тайну городов. Вот, везем мы, щелкунчик, у нас будет около 25-30 спектаклей, если я не ошибаюсь. Спасибо огромное, Дмитрий. Спасибо. Это был гость редакции на 60 Реал.